Здорово! Потрясающе! Попробуйте, это очень просто, попробуйте. Так, Миночка, а где же спички-то? Вот. Ну, потрясающе! Володя, я пойду проверю. Хорошо, Линочка. Володя, а скажите, а как это вы делали вот то же самое, вот только с картами? Раз. Ну, это самый сложный элемент в манипуляции. И вот вопрос. Может ли человек, владеющий такими же способностями, ну, вот вы, например, снять внушение на ложные преступницы? Я не пробовал. Невероятно, это возможно. А вы нам не поможете? Мы бы и сами, ну, увы, не владеем. Задумайте карту. Задумал. Точно. Для этого я должен поближе познакомиться с этой женщиной. Узнать ее психологические установки, методы работы. А иначе я могу все испортить. Интересная задачка. Да. Очень интересное дело. У меня первый раз такое. А вы не знаете, как она внушает? К сожалению. Честно скажу. Карманников перевидал много. Правда, они почти вывелись. Но классные попадались мастера. Но вот чтоб такие пальцы... Тренинг. Тренинг ему штра, как говорит Станиславский. Вы понимаете, Володя? Очень она изломанная, эта женщина. Я ее психологией понять не могу. Что ей надо? Кажется, Бог ей дал все. Ум, красоту, талант. Талант. Одного таланта мало. Нужно, чтобы он развивался в нормальных условиях. Извините, пожалуйста, Володя, пора одеваться. Да, пожалуйста. Угу. А какие условия нормальные? Нормальные? Знаете, нормальные, нормальные... Это когда работаешь, и тебя понимают. Ты еще больше стараешься. Еще больше отдаешь, ты имеешь. Иногда не все поймут. Но обижаться не надо. Это не главное. Главное отдавать. А когда обиды впереди таланта, это плохо. Человеку рвать хочет, а не отдать. Обижается, что его не понимают. Зависть появляется. Да. Это вы правильно сказали. Кстати, я вас у нее дома по телевизору видел. Да. Видеомагнитофон. Неужели? Она изучает вас и, вероятно, завидует. Ну что ж, надо поближе познакомиться с этой женщиной. Спасибо. Только делать это надо осторожно. Чтобы она ничего не заметила. Ну, как бы случайная встреча. Зовут ее Анна Сергеевна Калязина, а выглядит она вот так. Ой. Спасибо.